Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас. Сегодня мы продолжаем с вами читать Евангелие, Евангелие от Луки. Но начать я хочу с извинений. Простите меня, пожалуйста, что я отменила во вторник утренний кофе и не предупредила вас. Но те, кто мамы, наверное, меня поймут. У нас приболела Касенька у нее. Был обыкновенный наш старый добрый грипп с соплями и кашлем. Сейчас уже лучше, она уже завтра в садик пойдет даже. И я что-то так закрутилась от этого всего, что совершенно упустила из внимания, что нужно было поставить вам объявление, просто предупреждение хотя бы в ютубе о том, что передача будет отменена. Еще раз великодушно простите, завтра мы исправимся, и утренний кофе выйдет, как положено, в 8 часов утра. Ну вот, а сегодня мы с вами закончим читать седьмую главу от Луки. Итак, мы с вами открываем Евангелие. Те, кто следят на современном русском, будут читать по русскому, да, варианту, переводу Евангелия. Мы же с вами читаем по церковно-славянски. Итак, мы открываем седьмую главу. Зачало 32-е. Это стих 31-й. Мы прочитаем два зачала, 32-е и 33-е, и закончим седьмую главу с вами. Итак. Рече же Господь, кому оба уподоблю человеке рода сего, и кому суть подобне? Подобне суть отрочищем, сидящим на торжищах и приглашающим друг друга и глаголющим. Пескахум вам и не плясасте, рыдахум вам и не плакасте. Приди, Бо Иоанн Креститель, ни хлеба еды, ни вина пия, и глаголите без имать. Приди, Сын Человеческий, яды и пия, и глаголите. Сей человек ядца и винопийца друг мытарем и грешником. И оправдиси премудрость отчат своих всех. Вот в этом зачале, в 32-м, Господь продолжает тему разговора об Иоанне Крестителе. То, что было в предыдущем зачале, где Господь спрашивал, что вы пришли в пустыне видеть, трость ли ветром колеблемую. Господь упрекает здесь фарисеев в их неверии. И для того, чтобы показать им их состояние души, и показать им всю нелепость их поведения, он приводит в пример известную в то время детскую игру. Выглядела она следующим образом. Детки разбивались на две команды. И изображали одна команда похороны, а другая команда свадьбу. Это были типичные для того времени игры детей. Ну, как и сейчас, дети играют часто, подражая тому, что они видят в повседневной жизни. Вот так же и тогда дети имитировали жизнь вокруг. И одни изображали свадебную процессию, то есть играли на свиреле и плясали, а другие изображали наоборот похоронную процессию. Изображали плакальщиц и играли на свирелях тоже песни печальные, унылые. И вот задача этих двух команд была переспорить друг друга. Ну, как бы, кто громче, кто заставит другую команду сдаться и начать тоже с ними либо рыдать, соответственно, либо веселиться и смеяться. Иногда они сидели по обе стороны дороги, например, и изображали каждый свой звук. И эмоции постоянно нарастали. Как бы, какая команда победит. Вот такая была, как нам рассказывают историки и учёные, такая была детская игра. Реальный ли это спор детей и ругань между собой, или это часть их игры, вот это соревнование двух команд, решать нам, да, то есть может быть и так, может быть и эдак. Но тем не менее, вот с ссорящимися, капризными детьми сравнивает фактически Господь иудейский народ. Действительно, иудейскому народу было предложено два пути. Иоанн Креститель, да, которого можно сравнить, если говорить про этих детей, с теми детьми, которые играли печальные песни, потому что Иоанн Креститель пришёл как аскет и предлагал путь смирения, слёз и покаяния. И второй путь, сама проповедь Господа Иисуса Христа, которая содержала в себе радость брака, радость свадебного пира уже в Царстве Небесном. Господь снисходителен, Господь добр, Господь ест и пьёт со всеми, милует всех, щедро одаряет всех милостями и исцелениями, ведь Иоанн Креститель не творит чудес. В Евангелии не описывается, чтобы Иоанн Креститель кого-то исцелял или воскрешал мёртвых, да, он именно проповедует путь самоуничижения, аскетизма, покаяния, слёз, поста очень строгого. А Христос – это как противоположный путь, да. И вот иудейский народ не принимает ни один путь, ни другой. Ни то не устраивает их, ни это не устраивает их. Вот это, конечно, очень здесь интересный момент. Действительно, в христианстве существуют два пути. И действительно, один путь слёз и покаяния, когда человек себя уже заживо в этой жизни считает достойным ада, да, а другой путь радости о Господе, радости о воскресении Христовом, радости от творения добрых дел, от жизни по заповедям Христовым и снисхождения и любви, и открытости ко всем при этом, да. То есть вот такие два пути, они действительно существуют и сегодня. И мы с вами, если понаблюдаем, люди выбирают, как бы, что им ближе к их духовному устроению, к их духовному состоянию. И когда люди остаются всё-таки вне этих путей, вообще ничего не выбирают, и говорят, а мы не хотим, а мы не верим, то можно уподобить их действительно капризным детям. А что ж тогда вы хотите? Вот вам путь и аскетизма, и унижения, ограничения, вот вам путь и свободы. И это всё путь ко Христу. Да, как говорят святые отцы, Иоанн Златоуст говорит, Иоанн Претечий и Христос, как два охотника, они заходят как бы с разных сторон на человечество и пытаются уловить их в свои сети. Одних строгостью и сдержанностью, и аскетизмом, и постом, а других, наоборот, свободой, открытостью, лёгкостью, светом, радостью, жизнью по Боге. А те, кто не хотят ни того пути, ни другого, тогда спрашиваются, а вы чего хотите? То есть вот такая действительно, знаете, притча, ставящая человека просто буквально в тупик. А действительно, что мешает мне, хочется сказать, выбрать один из путей, тот, который мне ближе и понятнее, и, собственно, им идти. То есть вот так интересно. Иудейский же народ, видите, отрицал и одно, и другое, Иоанна Претечия считали бесноватым, одержимым, а Христа считали, то есть фанатиком, Иоанна Претечия считали по-другому, а Христа считали наоборот, что он дружит с блудницами и матарями, и вообще какой же он пророк. И вот дальше, в продолжении этой темы, Господь идёт в дом к Симону-фарисею, и там происходит вот эта его встреча с женой-грешницей, о которой мы сейчас почитаем. И вот почему Евангелис Лука помещает эти два события, то есть рассказ, притчи о детях и дальше встречу Господа с женой-грешницей, почему он помещает их один за другим, потому что они продолжают эти два рассказа как бы одну и ту же тему, а именно тему прощения, покаяния, тему принятия учения Христова. И вот давайте мы с вами почитаем сейчас дальше. Маляши же его некий от фарисей, дабы ял с ним, и вшит в дом фарисеев возлеже, и се жена в ограде, и жебе грешница, и увидевши, яку возлежит в ухрамене фарисеове, принесши алавастер мира, и ставши при ногу его сазади, и плачущися, начать умывати нози его слезами, и власы главы своя отираши, и облабызаша нози его, и мазаши миром. Видев же фарисей, воззвав его рече в себе глаголя, сей аще бы был пророк, видел бы, кто и какова жена прикасается ему, яку грешница есть. И отвещав Иисус рече к нему, си мани имам ти нечто речи, он же рече, учитель урцы, Иисус же рече, два должника беста заимодавцу некоему, един бе должен пятию сот динарий, другие же пятию десять, не имущима же има воздати, обема от да, который уба ею рцы паче возлюбит его. Отвещав же Симон рече, мню, яку ему же вящше от да, он же рече ему, праву судил Ииси. И обращся к жене Симона верече, видеш ли сию жену, внедох в дом твой, воды на нозе мое не даде, сия же слезами облия ме нозе, и власы главы свои яутре, лоб за ними не даде, сия же отнили же внедох, не приста облабызающе ме нозе. Маслом главы мои я не помаза, сия же миром помазами нозе. Его же ради глаголю те, отпущаются греси ям нозе, яку возлюби много, а ему же мало оставляется, меньше любит. Рече же ей, отпущаются тебе греси, и на чаше возлежащие с ним глаголы те в себе, кто сие есть, и же и грехи отпущает. Рече же к жене, вера твоя спасе тя, иди в мире. Удивительная, конечно, история с этой женой грешницей. И вот давайте тоже разберем, посмотрим, что мы здесь видим. Ну, прежде всего, некий Симон, который имел отношение к общению фарисеев. Мы с вами уже говорили, что фарисеи – это были толкователи закона, это была своего рода как бы отдельная группа, во времена Христа общество было разделено на разные группы, и вот фарисеи – это была такая отдельная, ну, как бы мы сейчас сказали, секта, но не в смысле секта в смысле противопоставления себя классической, так сказать, вере того времени, а в смысле отдельной группы, как бы религиозной, да, вот так назовем, которая особо занималась, фарисеи особо занимались толкованием закона и стремлением к тому, чтобы жить правильно, жить по закону Божьему, по закону Моисеева, то есть по Ветхому Завету. И вот этот Симон уже был учеником Христа, потому что он обращается к нему учитель, но, видимо, еще не очень тверд был и стеснялся несколько, скажем так, Господа перед другими возлежащими на его трапезе. Был он человек, судя по всему, богатый, раз у него была большая трапеза, он пригласил Христа в свой дом. И вот, когда Христос пришел к нему, он не вышел ему навстречу, не облобызал его, не позвал слуг, чтобы они омыли его ноги, да, или сам не омыл его пыльные ноги с дороги, не палил на голову его ароматного масла, что выражало на Востоке символ гостеприимства и почтения, уважения гостя. Мы читаем, что Христос вошел и возлег. То есть вошел, может быть, чуть позднее или вместе с другими гостями, никак Симоном отмечен, как дорогой гость, не был. То есть у Симона, видимо, какое-то было стеснение перед другими или неуверенность в Христе, но тем не менее он его приглашает. Может быть, чем-то обязан он был Христу, что он пригласил его, да. Вот такой не совсем, не совсем как бы понятный здесь для нас момент, но однозначно, что Христа не как почетного гостя приняли в этом доме. И вот Господь возлежал, и в это время приходит женщина, известная профессией, которая в городе была всем известна, как блудница. Она разбивает кувшин с очень дорогим миром, маслом, да. Мира – это масло, выжимка из разных ароматических растений, очень дорогостоящая, да, в то время чистая мира. И начинает сперва омывать ноги Христа своими слезами, вместо полотенца отирает их волосами головы своей, и потом она помазывает не главу Христа миром, как положено было почетному гостю, а ноги его, то есть показывает ему крайнюю любовь, поклонение, почтение перед ним. И понятно, что этим действием она выражает одну просьбу, чтобы он отпустил ее многие и многие грехи. То есть она ощущает себя вот как раз-таки грешницей, которая уже в аду находится, уже спасения никакого нет, она прибегает к нему, как к последней своей надежде. Иначе бы она как-то поступила по-другому, да, она могла бы пойти покаяться к священникам, она могла бы еще что-то предпринять. Видимо, она понимала, что ее состояние уже исцелить человек не может, поэтому она идет к Богу. И Симон возмущается при виде этого действия. Он говорит, если бы он был пророк, он бы знал, какая женщина прикасается ему. То есть вот здесь выражается сомнение некое Симона, да, в Христе, его неуверенность в том, действительно ли он учитель, праведный человек. И вот Господь тогда спрашивает Симона, Симон, у меня есть к тебе вопрос. Предлагает ему вот такую задачку, да, на логику. Было два должника, один должен 50 динариев, другой 500, обоим долг простили. Который из них будет больше рад и благодарен, да, тот, которому простили. 500, говорит Симон. И вот Господь этим показывает Симону, что и сам Симон, и эта блудница, они оба должны Богу, как и каждый из нас. И всем нам отдать нечем, и те, у кого долг 50, и те, у кого долг 500, и те, у кого долг 5000, все равно отдавать нечем никому. А Господь бесконечно богат. И он прощает своей любовью, да, если мы с покаянием приходим, он прощает, он отпускает. И тогда благодарность у кого будет больше, вот у того, кому, естественно, больше Господь отпустил. А когда у человека больше благодарность, значит, и вернее он исправит свою жизнь. Да, и скорее он станет праведником. Да, мы с вами знаем массу таких историй, как Моисей Мурин, который был разбойником, убийцей, остался преподобным, да, и так далее. И вот, соответственно, Господь и говорит, что она возлюбила много, поэтому много ей и прощается. То есть Господь показывает, что любовь к Богу и истинное покаяние никаких преград пред Богом не имеет. То есть это всепобеждающее оружие. Иными словами, вот фарисеи, не понравилась вам проповедь ни притечи с его скетизмом, ни Христа с его радостью и с нисхождением. А вот блудница эта мудрая, она не рассуждает, она не выбирает, как и как, не спорит ни с кем, как те дети при дороге, да, которые никак не могли, и то им не нравилось, и это не нравилось, да, вот мы говорили сейчас с вами. Она не рассуждает, она идет по движению сердца, она кается, она приходит ко Христу, и она спасается. Вот Господь говорит, не надо мудрствовать, вот путь очень прост и прям, да, вот как бы эта история с женщиной, этой блудницей, фактически суммирует сказанное прежде. А что же Симон? А Симон уповает на свою правду, как и все фарисеи, да, когда они считают себя праведниками, они верят в свои добрые дела, они верят в то, что они исполняют закон, и, соответственно, надеются этим получить мзду от Бога. А Господь же объясняет, что не этим мзда получается, да, что мзда от Бога – это всегда его благодеяние, это он тебя оправдает, а ты себя должен осуждать. И чем больше ты себя оправдываешь и уповаешь на свою правду, на свои праведные дела, на исполнение заповедей, ну, как у нас бывает, да, с вами, вот я и в храм хожу, я и причащаюсь, я и исповедуюсь, и духовник у меня есть, и посты соблюдаю, вот как только мы начинаем тешиться вот этим ощущением и радоваться от этого, вот сразу мы закрываем для себя, вернее, уменьшаем для себя очень сильно оправдание Христово, благодатное, да, потому что Господь спасает нас не от дел, как мы в утренних молитвах говорим, а по благодати, потому что он добр, а не потому что мы праведные, Господь нас спасает и прощает. И вот женщине отпускается много за ее смирение и любовь, и слезы, и самоосуждение, а Симону отпускается мало, да, тоже отпускается, но потому что все-таки, как фарисей, человек верующий, значит, тоже в грехах своих каялся, и как бы, да, но каялся как бы наполовину, не всей душой, а как бы с осознанием того, что, ну уж грехи-то мы не такие, прямо уж скажем, тяжкие, да, вот, то есть Господь здесь, как бы, суммирует все сказанное ранее, вот два пути, путь покаяния и слез, путь радости и прощения, эти два пути, по сути дела, соединяются в один путь, потому что жизнь христианина действительно состоит и из того, как бы, из другого, аскетизм, слезы, покаяния по отношению к себе, осуждении себя, считать себя уже в аду, находящемся на ад, просто обреченным, да, а с другой стороны, радость от надежды на спасение от Христа исходящей, радость от надежды прощения долгов от Него, даруемая, не от своей праведности или то, что нам положено это прощение, мы его заслужили, да, и радость от надежды на Его любовь и на Его спасение, вот, по сути дела, эти два пути, как бы, соединяются вот в этой истории, да, и сливаются, как бы, более-менее в одно, даже целое. Вот так, интересно, заканчивается седьмая глава. Женщина-блудница отправляется в дом свой, теперь начнется для нее новая жизнь, она родилась заново в этот день, теперь начнется ее жизнь уже по заповедям Божьим, она, конечно, оставила свое греховное дело, свою профессию, наверняка вышла замуж потом, да, или просто жила одна, но праведной жизнью, чистой. А мы же с вами расстаемся, заканчиваем на сегодня чтение Евангелия, и встретимся мы с вами завтра утром за утренним кофе. И я, кстати, прошу вас, пишите мне, пожалуйста, ваши предложения по темам для утреннего кофе. Мне всегда приятно, когда я какие-то темы беру, которые вам интересны, которые вам близки. Ну, кто-то знает мой WhatsApp, пишите туда, а кто-то может писать на электронную почту, она есть на канале, она указана, вот как раз для переписки с вами. Ну, можете в комментариях, единственное, комментарии я далеко не все читаю, не хватает просто времени на это. Поэтому, может быть, вот с темами для утреннего кофе лучше писать на мой электронный адрес, который указан как официальный адрес моего YouTube-канала, потому что там почту я просматриваю регулярно, каждый день, по крайней мере. Я точно увижу темочку вашу себе, выпишу, чтобы ее потом обязательно-обязательно использовать. Ну вот, мои дорогие, сердечно вас всех обнимаю, желаю вам помощи Божией и творчества духовного. Храни вас всех Господь. До свидания.